ЧП. По-другому сложно назвать то, что произошло накануне в самом центре курорта. На верхней набережной в районе санатория Русь неизвестные разрушили клумбы. Их действия логическому объяснению не поддаются. Прямо лопату взяли, видать, с этих урн, прям выкапывают, землю берут и разбрасывают по верхней набережной. Естественно, там люди, велосипеды закатали, грязище там надо решать, да, решать, кого-то поймать и наказать, показать по телевизору. Для чего это делает человек? Отдельный разговор по соблюдению земельного законодательства в селе Суко. Здесь выявлены многочисленные факты нецелевого использования сразу на двух улицах – Рекордной и Утрижской. Проверки будут продолжены с привлечением надзорных органов. Помимо нарушения закона, подобные действия влияют и на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Суко. Когда выдавались разрешения на строительство, на какие объекты выдавались? Если СЖС – это один момент, то надо с правым управлением разобраться и остановить это все. Особый контроль за соблюдением графика строительства социальных объектов. Детский сад «Орленок» на улице Крымская. Все отделочные работы планируют завершить до конца месяца. А под пристройку к шестой школе уже залили фундамент. Большая работа проводится по подготовке Анапы к следующему курортному сезону. К лету пляжи должны быть оборудованы беспроводным интернетом и стационарными туалетами. Благоустройство ведется и на улицах. Идет замена бордюров и восстановление тротуаров. Кроме того, в следующем сезоне планируется открыть новые экскурсионные маршруты. Некоторые из них будут представлены уже в феврале на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». К началу сезона будут запущены новые направления в рамках регионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.